Давай, я прохожу тест на уровне депрессии. В последнее время я почти не испытываю эмоции, затрудняюсь ответить. Сейчас моё настроение не хуже обычного, затрудняюсь ответить. У меня часто бывает подавленное настроение, затрудняюсь ответить. Я стал более обычным человеком. Ну я правду отвечаю. Скорее верно. Я часто испытываю чувство потери чего-то важного на меня, совершенно неверно. Я ощущаю тяжесть на душе. Скорее неверно. За своё будущее я абсолютно спокоен. Совершенно неверно. Я стал меньше дорожить своим здоровьем. Мой аппетит в последнее время не менялся. Скорее неверно. Я уже не надеюсь на лучшее-то сразу расписаться в собственной депрессии. Совершенно неверно. 35 вопросов. Во мне больше плохого, чем у других? Столько же абсолютно. Во мне больше плохого, чем у других? Нет. Нет? А почему ты улыбаешься? Просто я читала чёт. Меня не покидает чувство, что моя жизнь бессмысленна. Затрудняюсь ответить. Ты серьёзно? Ну да. Что за хуйня? Сходи к врачу. От приятного я не получаю столько же удовольствия. Мы можем другой тестировать. Нет, подожди. Сейчас дело не в тесте. Надо к врачу обратиться. Это серьёзно. Я устал просто. От приятного я не получаю столько же удовольствия, как и раньше. Затрудняюсь ответить. Завтра-то Юлика не стала. Дорогие друзья, не отписывайтесь от канала. Юлика ещё ролик в запасе. Я его выложу. Я чувствую себя виноватым без всякой на то причины. Неверно. Обычно я не чувствую Ксении. Я вообще к себе ненависти не чувствую. Что я погряз в грехах. Нет. Грехи. Мне часто кажется, что я все делаю бессмысленно. Мне стало казаться, что во мне меньше хорошего, чем раньше. Неверно. Мне даже больше хорошего, чем раньше. Мне никогда не бывает желания умереть. Я стал более раздражительным. Очень напряжённо. Я сейчас себя чувствую, друзья. Много нового уже. Я под конец плакать начну. Я никого не хочу видеть неправда. С лёгкостью могу принимать решение. Я стал выглядеть безобразно. Затрудняюсь ответить. Сейчас, погоди секундочку. Я проверю. Нет, по-моему, всё нормально. Совершенно неверно. Хорошие события меня радуют не меньше, чем обычно. Не стало труднее работать, чем раньше. Мой сон не хуже, чем обычно. У тебя отвратительный сон. В последнее время я стал больше уставать. Мои отношения с родными не хуже, чем раньше. Совершенно верно. Я так изменился, что почти не узнаю себя. Чаще, чем обычно, ощущаю сильное сердцебиение, удушье или расстройство желудка. Здесь вроде одни вопросы нормальные, одни звучат как это. Вы хотите убить себя? Так нет, есть же психосоматика. Играетесь с лезвиями? Я часто виню себя во всём происходящее. Моё утреннее настроение значительно хуже вечернего. Мне кажется, что моя жизнь зашла в тупик. У меня часто подолго длится подавленное настроение. 47 из 140. Чувство грусти вас практически не отпускает. Умеренная депрессия. Что заставляет часто погружаться в себя и свои переживания. У вас низкая работоспособность. У вас очень часто мрачный настрой. И голова перекружена негативными мыслями. Ну, неправда. У меня иногда бывает плохое настроение, но в целом оно хорошее. Мои предположения. Значит, я как специализированный врач. У меня 34 психологического образования. Я посмотрела, как Юлия Александрович прошёл этот тест. И что я могу сказать? Юлия Александрович спит просто пиздец. Одно и то же сказать, что, блядь, Юлия Александрович не спит. А знаете, сколько засыпает? В 8 утра. Я считаю, что проблемой этого являются либо твои курилки, либо стресс. У меня депрессия, а ты всё на курилке варишь. Курилки — это следствие, а не причина. Нет, типа, почему ты хуёво засыпаешь? А вы знаете, что если у человека... Я хочу энергоз. Если у человека бессонница, то есть там несколько стадий. Но самая конечная стадия — это суицид. Но у меня не бессонница. Ну, у тебя всё к этому идёт. Опросник суицидального риска пройти? Нет, не надо. Почему? Это будет самый тухлый и депрессивный стрим на свете. Так, на логическое мышление взгляни на себя со стороны. О, давай загадки. Где? Не знаю. То есть на пределе типа личности, насколько сильно вы влюблены, уровень интеллекта. Какого стиля юмора? Крутой тест на логику. Давай крутой тест на логику. Крутой тест на логику. Кто проходит? Давай теперь ты проходи. Нет, на логику это... Ну ладно, давай. Я прохожу или ты? Вместе. Вместе бессмысленно. Начать тест. Нет. Кто-то один должен проходить. Ладно, камень нажимать. Давай Бим будет проходить. Раз, два, три. Некоторые ёжики являются... А я прохожу? Я прохожу. Я уже проиграла тест на логику. Некоторые ёжики являются кустами. Все кусты любят кошек. Значит, все ёжики любят кошек. Это неправда. Я, кстати, на логику не ходил. Я ходил... Я не поняла первого. Вообще? Я только в него вчитываюсь. Юлик уже следующий. Я в институте на логику ходил раза три, и в конце года мне вообще ничего не хотели ставить. Не, неправильно. И я за логиком ходил раза четыре. Он сказал, я вам ставлю авансом, но только потому, что меня попросили... Ну, кто он в факультете старший за вас? Ну, преподаватель. Только потому, что меня попросили. И вы за эту оценку... Мне опеньги Наруто тоже неприкольно. И за эту оценку вы должны в следующем году постараться. И всё, он мне поставил зачёт. И я потом ушёл со второго курса. Не, ну ты постарался. Все коровы умеют летать. Все хищники являются коровами. Значит, все хищники могут летать. Нет. Все хищники являются коровами, правильно? А, все хищники. Окей. Блядь, это пиздец. Некоторые морковки-вертолёты. Некоторые вертолёты играют на рояле. Значит, некоторые морковки играют на рояле. Два озера никогда не похожи одно на другое. Отвечайте вместе со мной, друзья. Не, не будем смотреть ранее. Спасибо за описание. Спасибо. Два озера никогда не похожи одно на другое. Пальмы и дубы выглядят совершенно одинаково. Значит, пальмы и дубы не являются двумя полянами. Два озера никогда не похожи одно на другое. Пальмы и дубы выглядят совершенно одинаково. Значит, пальмы и дубы не являются двумя полянами. Неправильно. А что значит поляны? Полянами? Ну, когда на стол все накрывают алкоголь, еду. Никто из людей... Я шучу. Никто из людей не может стать президентом, если у него синее ухо. У всех людей хотя бы одно ухо синее. Значит, никто из людей не может стать президентом. Ну, простые вопросы. Все сроки коллекционные и скучные. Надо веселый вопрос. Тест на беременность? Давайте. Тут нет тест на беременность. Ну, найди тест на беременность в интернете. Что голос повышает? Ну, потому что ты зациклится на одном сайте. У вас стресс или депрессия? Ну, вот что такое? Умнее ли ты чем 75 людей на планете? Проходи. Я тупее. Давай. Проходить? Да, давай. Я очень глупая. Как в химии обозначается серебро? Я не знаю. Аг? Или се? Как? Я не знаю. Проходи. Ну, в смысле, давай вместе проходи. Ну, наверное, Аг. Аг, наверное. Кто был первым президентом СССР? Кошмар. Ленин, Горбачев, Хрущев, Путин. Либо Горбачев, либо Хрущев. Но я точно не знаю. Можно звонок другу? Хрущев, мне кажется. За сколько времени свет доходит от солнца до земли? 58 секунд. За 8 минут. 8 минут? Серьезно? Да. Как называется столица Польши? Это точно не Прага. Это точно не Берлин. Точно не Вена. Значит, это Варшава. Варшава, наверное. Сейчас мы посмотрим на двоих. Какая сторона света расположена в компасе слева? Север-юг, запад-восток, запад. Запад, да. Кто является изобретателем телефона? Белл. Кто? Грэйам Белл. Ты знаешь? Да. Кто автор цитаты мысли следовательной существует? Аристотель. Аристотель, да-да-да. Илон Маск. Какой из этих символов называют Актоторпом? Актоторпом. Актоторпом? Может быть вот это? Нет, это Тильда. Может это? Это... Я даже слово первый раз в жизни такое вижу. Это либо решеточка, либо звездочка. Давай решеточку. В какой из этих категорий Нобелевская премия не присуждается? Медицина? Давай медицина. Почему медицина? Может литература? Потому что о литературе я, по-моему, слышал. Давай медицина. На флаге какой страны можно увидеть жёлтое солнце? Аргентину выбирай. Как звали верховного бога в Древней Греции? Зевс. Математика пишет. Как называется? А вы умные, да? Вы умные? Это самое маленькое в мире государство. Ватикан пусть будет. Ну, 9 из 12. 9 из 12? Хм, хорошо. А твой взгляд входит в диапазонную норму. Лучший результат. Нифига себе. Горбачёв. Да. Рне, Декарт и математика. Аристотель. Это не Аристотель, блин. Пиздец. А может я выиграю в тесте самый тупой человек мира? Дом, дерево, человек. Вот здесь есть, смотри, категория. Хочу вот на такие вопросы. Будем позорить. Я буду клуб троечников. Для девушек. У меня в аттестате нет ни одной пятерки. Какая ты? Знаешь ли ты секс-этикет? Легко ли вас соблазнить? Давай, сейчас узнаем. Какой приз в качестве награды для вас более желанный? Сертификат в спа-салон, деньги, какая-либо полезная вещь, путёвка на солнечный остров. Ну, если сертификат, какая-либо полезная вещь. Главное, друзья, внимание. Это важно. Что вы надеваете, когда собираетесь ложиться спать? Спите. Обнажённые ночную рубашку. Всё, я футболки сплю. Букет каких цветов вы бы хотели получить от любимого? Я даже не знаю, как они отличаются. Орхидея, роз, хризантем, фиалок. Ну, пусть роза будет. Ваши сумочки. Абсолютный подарок. Бля, я недавно вытряхивала рюкзак. Это пиздец. Там столько всего. Откуда там крошки, если я не храню там еду? Абсолютно относитесь к себе. Вечный хаос, периодический хаос. Ну, периодический. Я иногда вытрахиваю. Если вы понрав... Ой. Если вам понравилась вещь, на её покупку не хватает денег, что вы сделаете? Я сбилась. Можно я прочитаю? Ну, давай. Е-е-е-е. Я просто забыла вопрос, блядь. Даже просто пьяная. Я просто не спала. Мне очень тяжело, блядь. Вот и всё. Займёте у кого-нибудь денег. Что, если вам понравилась вещь? А, попробуйте накопить нужную сумму, купите её в кредит. Да. Откажетесь от покупки. Ну, накопить попробую. Если ваша лучшая подруга скажет, что новая прическа вам не идёт. Я знаю, что она абьюзерша ебаная. Ответите ей тем же. Тебе тоже не идёт твоя старая прическа. Поменяйте прическу. Узнаете мнение окружающих, а ваша прическа берите в подписи. А решите, что она вам завидует. Отвечу ей тем же, блядь. Если ваш новый знакомый... А как это... Как мне соблазнить? Если ваш новый знакомый приглашает вас к себе домой на кофе, то вы принимаете такое неожиданное предложение. Откажетесь, предложите пойти в кафе. Скажете, что потом идти на этим предложением. Ваш новый знакомый. О, вы знакомый. Никто, то есть. Откажусь. Друг он насильник. Если вы на диете или просто мечтаете похудеть, а вас пригласили на важное торжество, то вы примете приглашение или нет? На шашлык. Да. Мы приглашаем вас на шашлык. Да, но сейчас еще сладкий, буду обходить со стороны. Да, как можно пропустить, что все, только ей... Да, как можно пропустить, что все. Верните... Верите ли вы в гадание гороскопа? Нееет. Не верю, это полная хуйня. Ваша подруга купила сумочку из новой коллекции. Ваши действия. Куплю новую сумочку из той же... Я думаю, задумаюсь над сменой своей сумки. Я думаю, попоздравлю ее. Вы так увлеклись шопингом, что потратили все деньги и не осталось до такси. Это про тебя. Почему про меня? Ну, ты любишь шопиться. Я люблю шопиться, но у меня остаются деньги. У меня есть нас и самый мой огромный заказ, когда мне было хуёво. Это было вообще пиздец. Половину вещей не ношу. Вы так... Ага. Пройдетесь пешком. Позвоните родным. Мама. Поедете с зайцем на общественном транспорте. Попробуйте зайцем. Пойду пешком, блядь. Если что. Вышла новая версия. iPhone. Случная камера и новейшим дисплеем. Что сделаете? Продолжи дальше пользу своим. Продолжи, как спает уже от Ашпанеза. Аккуратно намекну своему мужу парню, чтобы обновить мой айфон. Старый Витя фоткает плохо и работает уже. Уже вышла новая фон. Бегу покупать. Бегу покупать. Заблазнить вас крайне сложно. И голову вы теряете крайне редко. Обычно следите своим принципам. Понятно вам, блядь? Я самая пиздатая, блядь. Как заебали тестом на беременность. Вот бы всех перебанить. Что-то нас смотрело. Три человека! Тест на беременность онлайн. А я вроде пыталась его проходить, и там такие вопросы противные. Беременны ли вы? Я про это давай посмотрим. В целом время у вас повышенная температура. Не знаю я ее, не меру. Заметили ли вы изменения состояния груди? Увеличение груди, сосков, болезненные ощущения. У меня недавно ница поцарапало, и были болезненные ощущения. Так что я отвечу да. Боли внизу живота, поясница. Внизу живота есть, когда поем чего-нибудь не того. Обострились обоняния, и вы не можете переносить резкие запахи. Не было. Сейчас корона ни у кого. Хотя я не знаю, не могу вспомнить. У вас появились новые пристрастия в еде? Нет. Блин, а у меня поясница болит. Ну, ты беременна, значит. Все? Хайп, друзья. Даша беременна, впастите везде. В последнее время вы быстро утомляетесь, постоянно хотите спать. У вас увеличилось или понизилось сексуальное желание? Не знаю. У вас частенько болит голова? Нет. У вас снизился иммунитет? Когда мы постоянно разболели? Круто, по-моему, не так давно. Пару дней всего, помнишь? Да. Несен два назад. У вас в плохое настроение много нервничаете. Ого, настолько. Понос, друзья, это явное доказательство того, что вы беременны. Понос, это серьезно. Вполне вероятно, что я беременен. Шок, мы оба беременны. Надо ролик снимать, мы беременны. В прямом смысле, Даша беременна и я беременен. Блядь, хоть бы это мне просто показалось. Я аж занервничала, потому что там так много. Я уже додумываю, конечно, но... Знаете, каждый месяц вот ты думаешь, господи, хоть бы, хоть бы, я не готова. Блядь.